Все, ура, прошу прощения. Да, ну и помимо, конечно, дня рождения, дня смерти, прошу прощения, Феллини, сегодня у нас Хэллоуин, всем известно с 31 октября на 1 ноября, день всех святых, ночь всех святых, и помимо этого, вот я не знаю, как так совпало, и случайно или специально это произошло, сегодня еще и день работников СИЗО и тюрем в России. Вот мы предполагали здесь перед началом передачи, как они празднуют это мероприятие, потому что на вурдалаков они похожи ежедневно, вот, наверное, сейчас они должны наоборот в людей переодеваться, вести себя прилично, вот, единственный день в году. И интересная новость, которую вот даже вот Мячеслав Вячеславович сказал, что раньше не отмечал этот факт, 55 лет назад в ночь с 31 октября на 1 ноября вынесли из мавзолея тело Иосифа Сталина. И тоже в этом есть, безусловно, какая-то такая мистическая составляющая. Вообще, вот, многие говорят о том, что там Третий Рейх был оккультным государством, там Гитлер был оккультным человеком, но вот Советский Союз, наверное, особенно сталинского и такого первого постсталинского времени, он был не менее оккультным, и какие-то вот нумерологии, вещи, связанные с какими-то датами, они, безусловно, тоже очень часто встречаются. Но вот у нас, помимо этого, вчера был День Автомобилиста и День Работников Автомобильного Транспорта, поэтому поздравляем всех, кто работает так или иначе с автомобилем, знаем, что нас смотрит большое количество, в общем-то, большое количество дальнобойщиков, водителей и так далее. Но вот у них тоже сегодня каждый день, вернее, Хэллоуин и какая-то совершенно жуткая статистика, вообще, я не знаю, с чем это связано, с праздником Дня Автомобилиста или с чем-то иным, но только за последние три дня несколько десятков аварий с участием автобусов произошли. Вот, в частности, в Саратове, под Саратовом, ДТП с автобусом, перевернулся пассажирский автобус, пострадали 16 человек. ДТП на трассе Орел-Тамбов, погибли 4 человека в Волгограде, автобус сбил насмерть трех девочек на зебре, сегодня мы в 21.00 будем еще подробнее об этом говорить, тоже, конечно, жуткая ситуация. И автобус со школьниками в Пензенской области опрокинулся, то есть, мало того, что у автобусов такая повальная, в общем-то, ситуация с ДТП, так еще и с участием детей, школьников. В Ярославле пассажирский автобус попал в тройное ДТП, там тоже пострадал ребенок, автобус врезался в трамвай в Кемеровской области, в Череповце пьяный пешеход разбил голову, врезавшись в автобус. То есть, в этот раз автобус даже не ехал, он стоял на месте, однако все равно умудрился стать, в общем-то, участником дорожно-транспортного происшествия. И вот мне нравится, как местные СМИ об этом написали, в Волгоградской области пьяный пешеход пошел на таран автобуса и разбил об него свою буйную голову. То есть, они с поэтической точки зрения еще к этой ситуации подошли. В Воронежской области в аварии погибла семья из Ростова и тоже у вас патриот не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАС. То есть, опять мы видим автобус. В Петербурге на Лиговском проспекте автобус убил человека, опять автобус на Западном Ростове. В Ростове, прошу прощения, на Западной улице. Пассажирский автобус не пропустил автомобиль, столкнулся там, к счастью, без пострадавших. ДТП, опять-таки, в Петербурге на улице Ярослава Гашика Лада влетела в автобус, пострадал водитель. ДТП с пассажирским автобусом пострадала 9-летняя девочка в, я так понимаю, это в Москве. Автобус съехал в Кювет в Чувашии, это сегодняшняя уже совсем свежая информация тоже. Там есть пострадавшие, два человека пострадали. И два автобуса с рабочими столкнулись в Хантамансийском автономном округе, 7 пострадавших. Ну, в общем-то, что можно по этому поводу сказать? Конечно, основная причина дорожно-транспортных происшествий с автобусами связана, во-первых, с очень большим износом автобусов. То есть даже те автобусы, которые у нас называют почему-то там элитными и приличными, это автобусы, которые там отходили свое еще в 80-х годах в Германии. В частности, мы это по Саратову можем видеть каждый день. Близко сижу. Не вопрос, я подальше. Вот так вот я, наверное, нормально. Даже в Саратове мы видим, что 90% автопарка автобусов, это, конечно, уже давно износившийся транспорт. И уж что говорить про пазики, которые там в 60-х, 70-х, наверное, годах в Советском Союзе собирались и с тех пор и ездят. Вот, поэтому, конечно, мы обращаемся в первую очередь к нашим зрителям, и я думаю, что мы в 21.00 сегодня об этом скажем. Обращаемся, что в случае, если у вас есть возможность в ближайшее время избегать, в общем-то, перемещения на автобусе, куда-то не ездить или поехать на машине, или сходить пешком, я вам советую, конечно, этой возможностью воспользоваться, потому что те, кто нас давно смотрит, знают, что мы, в общем-то, отличаем такие вот волны, да, то есть пошла, что называется, волна. Сейчас волна с этими автобусами, и я надеюсь, что, в общем-то, наши зрители прислушаются, и никто не станет участником дорожно-транспортного происшествия с автобусом. Вот более 40 детей пострадали в ДТП опять со школьным автобусом в Вашингтоне, то есть даже если в Вашингтоне такая ситуация складывается, где, казалось бы, должен быть автопарк приличнее, и водители там получают более серьезную зарплату, даже в этом случае, в общем-то, дети не застрахованы вообще, участники дорожного движения. Да, ну и помимо этого, вчера у нас, 30 октября, был День памяти жертв политических репрессий в России, 30 октября. По всей России, в общем-то, проходили акции памяти и в Москве, и, ну, действительно, по всей России, вот, крупный пикет прошел митинг, вернее, в Ростове против политических репрессий. Передаем привет всем ростовским соратникам. В Кемерово также прошли акции памяти, там возложили цветы и мемориалы на месте массовых расстрелов 37-38 года. И в Саратове у нас ежегодно, в общем-то, так или иначе, проходят мероприятия на Воскресенском кладбище. У нас есть могила, которая находится, ну, так, в самом углу, то есть на нее случайно не наткнешься, скажем так. И вот саратовская оппозиция, ну, и так или иначе, да, саратовские журналисты, оппозиционеры, общественники, просто люди неравнодушные, 30-го числа постоянно собираются. Вот последние, наверное, года три я в этом мероприятии всегда принимал участие, вот в прошлом году, в этом году, вернее, в прошлом году участвовал, вот в этом году вчера не удалось мне прийти. Ну, я надеюсь, в общем-то, что я на эту могилу однозначно схожу в ближайшие дни. Вчера не удалось, вот впервые за несколько лет, это мой, конечно, минус. А вот жители Урала тоже, вот как в кон, да, то есть мы говорим, день автомобилиста, и сразу начинаются проблемы с автомобилями, ДТП. Там, я не знаю, день жертв политических репрессий, вот на жителей Урала завели уголовное дело за аудиозапись в соцсети, и его могут посадить на 4 года, то есть 4 года за какой-то пост ВКонтакте, как всегда. Да, но мы, на самом деле, вот эти новости слышим уже без иронии каждый день. Я помню, как, наверное, года 2, ближе к 3, года 3 назад, мы очень удивлялись, очень удивлялись подобным новостям, и говорили, что это нонсенс, что-то из ряда вон выдающееся. Сейчас это уже никого не удивляет, люди получают реальные сроки за какие-то публикации в соцсетях, за, я не знаю, картинки, за анекдоты, мы уже знаем историю, то есть если мы там 2-3 года назад шутили, что скоро будут сажать за анекдоты, то сейчас мы уже даже, в общем-то, не шутим на эту тему, это уже происходит. Первое слушание, вот, по данной ситуации состоится 31 октября в 14.30. Мужчине, вот, грозит, как я уже сказал, до 4 лет, возбудили нашу любимую 282 статью Уголовного кодекса. Да, ну и помимо дорожных транспортов, происшествий, наступает у нас пора, горячая пора коммунального сезона, да, сезона отопления, сезона, когда мы будем слышать постоянно о проблемах с горячей водой, о проблемах с отоплением, но это, казалось бы, такая уже рядовая ситуация, однако она перерастает в нерядовые последствия. Более полутора тысяч домов в Татарстане отключили от электричества и газа из-за долгов. Это новость, которую нам прислали наши соратники из Татарстана, и в первую очередь я хочу обратиться к вам, наши соратники, которые нас смотрят, будут смотреть в записи. Присылайте нам свои новости из регионов. Вот эта передача, которую я, в общем-то, сейчас начал, такой пилотный выпуск у меня сегодня, эта передача, она, в общем-то, и назначена, цель ее в этом и является, чтобы вы могли своих, в общем-то, свои новости какие-то, которые, может быть, не попадают на первые полосы газет, которые, о которых немного кто знает, в своих регионах, чтобы вы могли их присылать нам, а мы даем им большую огласку. То есть я надеюсь, что вы тоже очень активно в этом будете принимать участие. В этом, наверное, и есть смысл данного мероприятия, да, данной передачи второй на нашем канале. Ну и полторы тысячи домов в Татарстане, то есть о чем это говорит? Теперь полторы тысячи домов в Татарстане, там же живут люди, правильно, и без отопления, без газа и без света им как-то нужно все равно согреваться. То есть я далек от мыслов, что людям отрезали газ и свет, и они, в общем-то, не будут греться. Значит, будут греться какими-то подручными методами. Ну, в общем-то, во что это, как правило, превращается, мы уже неоднократно знаем. Знаем, что превращается это в пожары, да, вот как-то так удивительно произошло. Я промониторил новости за субботу, воскресенье, понедельник, и не было крупных пожаров. Вот, к счастью, впервые за долгое время мы говорим о том, что не было крупных пожаров с большим количеством жертв в России. Это очень радует, это действительно радует, но, к сожалению, это скорее исключение из правил, потому что те, кто нас смотрит давно, они уже знают, что это, конечно, повальная проблема. Вот, три проблемы, на самом деле, основные. Дорожно-транспортные происшествия, коммуналка, отключение всевозможных там благ жизни, да, за долги. И, в общем-то, пожары. То есть, это три основных таких источника, из-за которых у нас, к сожалению, гибнут люди, гибнут в огромном количестве. И вот орловские должники, орловских должников за коммуналку хотят переселять в пункты временного размещения. Это замгубернатора Александр Бударин на совещании в областной администрации заявил. Ну, и вот для меня это очень интересная новость была, я ее почитал. И вот, в первую очередь, что хочу сказать. Александр Бударин, у него очень большие проблемы, он у нас замгубернатора. Александр Бударин, у тебя очень большие проблемы с причинно-следственной связью. Вот я читаю твою прямую речь. Необходимость связана с тем, что около 36% пожаров, которые случаются в регионе, связаны как раз-таки с отключением коммунальных услуг за долги. Так, очень хорошо, у тебя пошла логическая цепочка. Молодец. Люди начинают обогреваться подручными средствами, которых, как правило, не хватает, и они пожароопасны. Гениально. Александр Бударин, ты просто фаворит в областной администрации. Однако, следующая его мысль, то есть, да, причинно-следственная связь. Если случится ЧП и пострадают соседи, то будет, значит, чрезвычайное происшествие. И мы хотим обезопасить соседей. Власти хотят обезопасить соседей. То есть, путем того, что людей будут переселять в пункты временного размещения, значит, они хотят таким образом обезопасить соседей. Не путем того, чтобы им сделать какие-то субсидии на коммунальные услуги. То есть, мы говорим о чем? У нас непомерно высокая цена за ЖКУ. Я могу сказать, как человек, который два года практически проработал в сфере ЖКХ. Я вам могу рассказать о том, почему люди не платят за ЖКУ. Потому что, конечно, непомерные цены на, в общем-то, тарифы, которые мы сейчас видим. Люди за них не платят, потому что платить нечем. То есть, очень низкая платежная способность общества из-за того, что очень низкие доходы общества. И доходы падают с каждым днем. И, собственно, без того, чтобы каким-то образом сокращать тарифы, каким-то образом людям предлагать, я не знаю, рассрочки на эти оплаты, вместо этого мы видим, что их хотят переселять во времянки. Причем у меня возник вопрос, насколько это вообще законно. Потому что, если они захотят это сделать добровольно, то есть, предложить жителям переехать в какое-то другое место временного размещения, то это одно. А если они захотят это сделать принудительно, то это совершенно другое. И я вот знал о том, что принудительно они это сделать не могут, но вот пропустил. Оказывается, пропустил, что на основании статьи 90 ЖК РФ не так давно были в него внесены поправки. Как я узнал, если гражданин и его семья не выплачивают коммунальные платежи без уважительных на то причин, они выселяются через суд. При этом семье предоставляется другое помещение, оформленное на них по соглашению социального найма. То есть, вас переселяют в муниципальное жилье, ну, вот как раз то, о чем идет речь, по социальному найму. То есть, у вас отнимают вашу приватизированную квартиру. Это парадоксальная, конечно, ситуация. Людей загоняют в абсолютный угол. И, наверное, вот как говорит Вячеслав Вячеславович, чем хуже, тем лучше. Как только мы увидим, вот сколько тут полторы тысячи, да, у нас в Орловской области полторы тысячи человек. Считаются, значит, злостными доложниками. Тысяча триста семей, вот я читаю. Тысяча триста семей в Орловской области отключены от газа. Очень хорошо. В Татарстане полторы тысячи возвращаемся, да, отключили от газа и электричества из-за долгов. Возвращаемся к поведению. То есть, у нас три тысячи, ну, практически там, две тысячи восемьсот человек предлагают, в общем-то, выселить из их жилья. Но это же очень хорошо, потому что это на две тысячи семьсот человек, в общем-то, лишний электорат на пятый, одиннадцатый, семнадцатый. Мы же это понимаем. Потому что, вот как раз это тот самый случай, да, когда говорят, что когда нечего будет есть и негде будет жить, вот тогда люди выйдут на улицу. Очень хорошо как раз людей сейчас подгоняют на улицу. Это очень здорово. Ну, в общем-то, о чем говорит? Люди заслужили ту власть, так или иначе, да, которая сейчас есть. Мы с этой властью не согласны, мы с ней боремся. Вот эти две тысячи семьсот, восемьсот человек, две тысячи восемьсот человек, они готовы с этой властью бороться за свое, там, жилье, за свои какие-то социальные гарантии? Если готовы, значит, они, в общем-то, имеют на это право. Да, и вот интересная тоже новость, вернее, не новость, такие размышления у нас были. Вот мы говорили всегда о огнебиозащите. И всегда как-то у нас так не раскрытая эта тема оставалась. Сколько же все-таки стоит, вот у нас идет повальное количество пожаров, да, то есть гибнут люди десятками, сотнями, иногда и тысячами, если мы говорим там в формате целой страны, да, из-за пожаров. Вот мы выяснили, сколько стоит обработать огнебиозащитой дом. Вот речь идет, на самом деле, о копейках. 50 рублей за квадратный метр огнебиозащиты. Ну, я нашел цены от 50 до 100 рублей, но так или иначе разница небольшая. Причем речь идет о том, что это частная компания занимается, то есть в отношении частных лиц. Если мы говорим в формате государства, то есть через госзакупки, то условия должны быть гораздо более простыми. То есть речь идет о том, что даже вот эти копейки государство не готово тратить на обеспечение безопасности своих жителей. Причем намного, это намного дешевле, чем впоследствии, как мы видели в Хакасии, там строить какие-то вот эти разваливающиеся дома из говна и палок. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что в Саратове около 5000 домов с центральным отоплением. Вот если мы представим, что в Саратове сейчас не будет ни одного дома с центральным отоплением, и мы все будем время этими печками греться, то обработать 5000 домов, которые в среднем по 70 квадратных метров, хотя мы знаем, что на самом деле это завышенная площадь, да, то есть не у каждого человека 70 квадратных метров квартира или дом. Вот 5000 домов по 70 квадратных метров это 17,5 миллионов рублей. Это вообще не деньги даже для Саратовской области. То есть все дома Саратовской области, которые подключены к центральному отоплению, можно было бы обработать за 17,5 миллионов рублей. Это абсолютно не та сумма, о которой вообще речь идет. Я хочу напомнить, что вот асфальт в центре Москвы хотят заменить гранитные плитки за 7 миллиардов рублей. А теперь давайте представим, сколько за эти 7 миллиардов рублей можно было бы обработать домов огнебиозащитой. Ну вот по этой формуле, которую я только что рассказал, ну там можно посчитать, да, вот если кто-то посчитает, может эту сумму домов, я думаю, у нас пол России, можно было бы обработать огнебиозащитой и спасти, в общем-то, тысячи жизней, да, без преувеличения. И вот 4-летняя девочка выжила после падения с 8 этажа в Кургане. Мы говорили несколько дней назад о том, что идет вот эта волна падения людей с больших высот. Мы там слышали и про 20 этажи, и про 25 этажи, и про 11 этаж. Вот теперь 4-летний ребенок упал с 8 этажа и остался жив. Ну это, конечно, очень хорошо. Но в очередной раз мы обращаемся к родителям, к людям, которые остаются с детьми так или иначе. Я так понимаю, что ситуация опять с этой москитной сеткой. То есть, казалось бы, октябрь месяц, конец октября, завтра уже ноябрь. Погода совершенно не та для того, чтобы открывать окна. Но вот кому-то, видимо, все еще жарко, открывают окна, оставляют сетки, дети падают. Это, конечно, очень страшно, потому что никто не ведет вот эту статистику, этих подсчетов, сколько детей за год. Если мы говорим здесь о десятках случаев, то, я думаю, еще сотни случаев просто не доходят до средств массовой информации. Значит, ситуация опять-таки очень серьезная. То есть, вот опять, ненужных затрат практически никаких. То есть, речь не идет о деньгах, так же, как с этой огнебиозащитой. Речь идет о минимальных затратах, которые могут спасти тысячи жизней. То есть, речь идет просто о каких-то, я не знаю, разгильдяйстве, просто о том, что никто не хочет этим заниматься. Не то, что нет возможности, никто не хочет этим заниматься. Да, и у нас продолжается падение кранов. Вот в Череповце кран рухнул на детскую площадку. Я погуглил за последние несколько дней еще несколько случаев падения кранов. Мы помним, что в начале, по-моему, октября или в конце сентября была вот эта волна, когда несколько кранов, там, 5 или 6 таких случаев было, когда падали краны. Вот сейчас опять это продолжается. С чем это связано, не знаю. Почему такая периодичность странная, тоже не знаю. Но так или иначе, тоже это можно отметить, как... Творилось? Тоже это можно отметить, как тенденцию, с которой, конечно, можно было бы бороться, если кто-то изучал этот вопрос. На Кубани у нас произошло землетрясение. И, к счастью, вот обошлось без разрушений погибших. 36 сельских пунктов, в общем-то, и городов Краснодарского края почувствовали подземные толчки. Ну, мы связывались с нашими соратниками из Краснодара, и я промониторил соцсети, в общем-то, краснодарские, да, на Кубани. И практически все в один голос говорят о том, что ничего не почувствовали. То есть, действительно, вот как только я прочитал эту новость о том, что нет разрушений погибших, я тут же под сомнение ее поставил. Но в данном случае нам, в общем-то, не соврали. Но там, я так понимаю, толчки магнитудой 4,6 балла, но не особо сильные землетрясения, но, тем не менее, значительно. Можно почувствовать, скажем так. Ну, и вот для тех, кто, может быть, не очень в курсе, насколько у нас в России вообще ситуация с землетрясениями, в современной истории, можно вспомнить, в общем-то, 95-й год в Сахалине, и там произошло землетрясение, которое задело два города, это Аха и Нефтегурск. То есть, там в общей сложности погибли больше двух тысяч человек. То есть, в России тоже очень серьезные землетрясения были, и совсем недавно. Хотя многие, в общем-то, считают, что Россия – это такая не сейсмоопасная зона. Ну, может быть, центральная часть России действительно не особо сейсмоопасная, а вот Сахалин, в частности, да, как мы знаем. Вот есть у меня фотографии тоже для тех, кто, может быть, их не видел. Это вот как раз 95-й год. И сейчас, насколько я знаю, город, который попал под это землетрясение, он даже его не восстанавливали. То есть, в общем-то, он остался вот в этом виде. Разгрели завалы. И там сейчас стоит памятник жертвам, в общем, этого землетрясения. Да, ну еще вот 31 октября у нас Международный день экономии. Тоже забавная новость. С этим у нас связано много романтических историй, которые сегодня у нас на этот день выпали. Причем Международный день экономии подразумевается в широком смысле. Это экономия и времени, и сил, и так далее. То есть, не только экономической составляющей, не только деньгами. Вот, однако, в Кемеровской области сообщают о том, что уже через неделю могут быть заблокированы счета городской администрации и правительства области. То есть, по информации журналистов, уже буквально через неделю область, фактически, в области может случиться дефолт. Но мы помним, что два или три года назад такие же разговоры были о Саратовской области. И не только о Саратовской. У нас постоянно возникают, так или иначе, разговоры о том, что регионы на грани дефолта. Естественно, это неудивительно в нынешних экономических условиях, если мы видим, что даже Москва и Петербург у нас в последние годы стали намного хуже себя чувствовать экономически. То, что говорить о каких-то регионах. Но вот, если мы возвращаемся в Саратов, то Валерий Сараев раскритиковал работу чиновников и назвал ее неэффективной. Ну вот, казалось бы, о чем может Валерий Сараев, наш будущий мэр, я так понимаю, да, у нас сейчас мэра еще пока нет, он глава администрации, но планирует стать мэром, и я так понимаю, там этот вопрос уже практически решен. О чем может говорить Валерий Сараев со своими подчиненными? За что он может их ругать? Ну, наверное, за ужасные дороги, да, которые у нас с Саратами. Наверное, за затянутые сроки работ на Волжской, которые у нас делают. Наверное, за постоянную вылупку деревьев, которые происходят и в городе, и за ее чертой. За постоянные проблемы с городским электротранспортом, и не только электротранспортом. Наверное, за это можно было бы раскритиковать своих подчиненных, однако он раскритиковал их за то, что за последний месяц было собрано меньше штрафов за административные правонарушения, за незаконную торговлю, чем в прошлом году. Не в прошлом году, а в прошлом месяце. То есть, речь идет о том, что в прошлом месяце этим вопросом занимался другой подчиненный Сараеву, и он вот раскритиковал его преемника и сказал о том, что в следующем месяце обязательно нужно исправить ситуацию. То есть, человек, в общем-то, развлекается. Незаконная торговля, если кто-то не понимает, если кто-то думает, что это какие-то торговые центры, которые у нас выстроены незаконно, нет, это не так. Это вот эти бабушки, которые у нас сидят в центре города, торгуют какими-то носками, я не знаю, варежками, связанными своими руками, просто потому что, опять-таки, нет средств. То есть, людям не предоставляют никакую торговую площадь, которая должна быть предоставлена по закону, или предоставляют в тех местах, где она совершенно нерентабельна. И, в общем-то, возбуждают административные протоколы за незаконную торговлю. А если их возбуждают мало, то тогда, в общем-то, вас будут критиковать, а может быть, даже и увольнять. Да, ну и у нас по всей России продолжаются пикеты медиков, так называемые, и появляются сообщения о том, что медики готовы объявить забастовку по всей России, если их требования не будут выполнены. Вот это очень интересная тема, потому что за последние годы мы действительно не помним никаких серьезных забастовок со стороны бюджетников. То есть, если действительно есть какая-то организованная группа людей в регионах, которые, в общем-то, готовы этим вопросом заниматься, медиков, пожарных, полицейских, почему нет? Я не думаю, что полицейские у нас живут так хорошо, как нам об этом рассказывает центральное телевидение. Так или иначе, это было бы очень серьезным шагом в борьбе за свои права. То есть, люди уже перешли эту черту, они пишут о том, что средняя зарплата равна минимальному окладу труда, это 16-17 тысяч в регионе. То есть, медик получает 16-17 тысяч, зная, сколько человеку приходится работать, и по Саратову мы это знаем, конечно, это не та сумма, о которой идет речь. А вот в больнице Пирогова, опять-таки, в Москве, вот те, кто считают, что Москва там зажралась, и все очень хорошо, в больнице Пирогова сократили уникальную бригаду хирургов по проекту оптимизации медицины. Ну, это то, о чем уже у нас порядка пяти лет говорят, да, в рамках этой оптимизации уже несколько сотен больниц и поликлиник, в том числе в регионах, были закрыты. То есть, это и в деревнях, и в селах, и в крупных городах. Вот мы видим, что даже до Москвы дошла ситуация, и там сократили уникальную бригаду хирургов. То есть, вот опять возникает вопрос, вот их сократили, они не получили ничего, да, но наверняка они знали, им же не в один день пришли и сказали, что их сократят. А если бы они устроили какую-то забастовку, допустим, я не знаю, за неделю или за две, то именно забастовка, ни пикеты, ни митинги, а просто не вышли бы всем отделением на работу. Но насколько это, я не знаю, насколько это с точки зрения медика, с точки зрения клятвы Гиппократа, как сказать, морально, насколько это правильно делать, наверное, не очень правильно. Но я думаю, что такая ситуация, если бы сложилась, то в течение, я не знаю, одного часа, двух часов все задолженности по зарплате были бы ликвидированы. Представьте, если не работает целая больница или хотя бы одно отделение больницы, даже в течение часа, двух часов, я думаю, это было бы очень серьезным поводом для того, чтобы вмешаться властям и услышать требования медиков. Уничтожение медицины, пишут, все правильно. Да, и тем временем, вот в Химках у нас продолжается флешмоб, так называемый флешмоб. Там установили несколько аппаратов с боярышником, мы об этом говорили. То есть, ну вот правильно, зачем вообще нужны врачи? То есть, в Москве врачей сократили, по всей России собираются проводить мероприятия, в общем-то, по забастовке, да, потому что не платят врачам зарплату. А тут все очень просто, поставили, за 30 рублей можно купить боярышник, любому желающему. Вот, но у нас, я знаю, и в школах, в учебных заведениях, и в армии есть два любимых препарата. Это активированный уголь и пустырник. Это лекарство от всех болезней. То есть, что бы у тебя не болело, там, перелом у тебя или еще что-то, вот тебе активированный уголь и пустырник дают, и все, и ты здоров абсолютно. Вот поэтому нужно открыть еще такие автоматы, где будут продавать пустырник и активированный уголь, и тогда у нас, наверное, врачи в целом будут не нужны. Да, и вот в Саратове тоже, тут и в чате, кстати, тоже написали о том, что в Саратове был такой автомат. Был такой автомат в Саратове, провисел он ровно один день, сутки он провисел. И причем с ним связана, естественно, романтическая история. Нам написали, я тогда, кстати, еще не занимался подготовкой, нам написали о том, что появился вот такой автомат. И мы, в общем-то, на своей странице в социальных сетях нашего общественного движения написали о том, что, в общем-то, мы даем сутки на то, чтобы этот автомат снять, а через сутки мы его уничтожим. То есть, мы об этом написали открыто, прямо, и, в общем-то, мы не успели свой приговор в действии произвести, и этот автомат сняли меньше, чем через сутки. Но вот как будет ситуация в Химках, я знаю, что в прошлый раз, по-моему, про Омск, да, речь шла в Омске, такой автомат повесили, там его сняли. То есть, как это будет в Химках, узнаем. Но я думаю, что и жители Химок, в общем-то, тоже за словом в карман не полезут. И если не снимут его официально, то он через скорое время окажется на мусорке. Вот очень интересная новость. Евросоюз выделил более 80 тысяч евро на развитие российских деревень. Вот мы здесь задались вопросом, что можно развивать за 80 тысяч евро, но мне больше интересно, почему Евросоюз этим занимается. 57 мини-проектов от Калининграда до Алтая получили финансирование. 57 проектов и общая сумма 80 тысяч евро. То есть, там, по сколько, по полторы тысячи евро. Каждому интересно, чем будут заниматься на эти деньги, в общем-то, участники этого проекта. Вот очень интересно, если среди наших зрителей есть люди, которые понимают, о чем вообще идет речь, и почему такие суммы, и почему вообще Евросоюз, и кто будет реализовывать эти проекты, и что будут за эти суммы делаться, то вы нам напишите. Это было бы очень интересно. А вот Финляндия, кстати, из этого же проекта получили полтора, даже не полтора, 15, прошу прощения, миллионов евро. Ну, видимо, в Финляндии фермеры как-то более пользуются одобрением, что ли, я даже не знаю, как это. Более перспективное дело. Сквер в центре Москвы назовут именем Ислама Каримова. Новость, которую сегодня все, в общем-то, обсуждают. И я думаю, что и в 21.00, в плохих новостях мы об этом будем говорить. А вот новость, которая очень меня порадовала, и тоже одна из сегодня ключевых новостей, на голову памятника Ивана Грозного в Орле надели мешок. Ну, вот сначала сообщили о том, что там был только мешок, а потом выяснилось, что на коня, который также является частью экспозиции, повесили табличку с надписью «Духота-то какая темнота». То есть это такой акт, как это называется, конечно, не Павленский, может быть, этим занимался, но кто-то похожий на него. Но мне больше всего понравилась реакция Вадима Потомского. Это губернатор Орловской области. Ну, во-первых, Вадим Потомский сообщил о том, что вандал задержан. И очень долго рассказывал о том, какой он негодяй, и несколько раз назвал его вандалом. Ну, вот Вадим Потомский... А, да, и вандал, вот очень тоже интересное помечание. Вандал – житель Ярославля. И приехал в Орел, по мнению губернатора, и цель его акции была прославиться. Вернее, нет, цель его акции была получить славу. Но вот я предположил, может быть, славу Мальцева. Если человек хотел славу Мальцева получить, то пусть приезжает в Саратов, а не в Орел. Я думаю, мы с удовольствием пообщаемся. А Вадим Потомский, который вандалом назвал, вот он в 93-м году закончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище. То есть Вадим Потомский – ракетчик, он военный, он не юрист. Но вот я тоже не юрист, я хочу Вадиму Потомскому как не юрист, не юристу объяснить. Пообщаться с ним как не юрист, не юрист. Вот мне интересно, общественная опасность вандализма, в отличие от хулиганства, состоит не только в том, что действия грубо нарушают общественный порядок, спокойствие граждан, нормы общественной морали, но и в том, что причиняет вред и порчу имущества. Вот этот товарищ, который надел на голову Ивану Грозному мешок. Он какой вред и какую порчу имуществу, в общем-то, какой вред он памятнику нанес. То есть, ну, этот мешок будет снят, и что? Какая порча, где здесь состав уголовного преступления? Я думаю, что состава нет. Но при этом он парирует, условно скажем так, в нашей дискуссии, он, наверное, парирует тем, что следует отметить, что вандализм еще и причиняет духовный вред обществу. Это вообще парадоксальная история. То есть, тем, что вот этот гражданин из Ярославля надел на голову Ивану Грозному мешок, он таким образом духовный вред обществу. То есть, мы с вами как общество духовно пострадали от действий этого гражданина. Но мне очень понравилось дальнейшее развитие этой истории. Заключается оно в том, что они решили, что по вандализму, видимо, привлечь этого гражданина не получится, и они решили его привлечь за публичные мероприятия. И вот это вообще совершенно уникальная история. Мне больше всего интересно, кто организатор этого публичного мероприятия. То есть, организатор получается, согласно их логике, Иван Грозный, потому что он пикетировал. Ну, если они предполагают, что это публичные мероприятия. Кто, в общем-то, держал плакат? Ну, вообще плакат держал конь, судя по всему. То есть, по идее, у нас конь должен стать участником административного процесса и нарушил закон о публичных мероприятиях. Ну, хорошо, я даже понимаю, что они хотят привлечь этого гражданина за то, что он на коня повесил эту табличку. Но вопросов нет. Но это одиночный пикет. Он был один. И они хотят привлечь, что Грозный и конь, то есть их двое, в этом, как бы, парадокс, вот это для меня очень удивительно стало. Я вот написал себе еще, причем с утра, когда эту новость прочитал, о том, что в лучшем случае ему грозит мелкое хулиганство и поджог ногой в сторону Ярославской области. Ну, они так и сделали. То есть, последняя информация, которую мы получили, писали как раз о том, что его привлекли по административному делу за мелкое хулиганство, то есть никакого ни вандализма ему не вменяли, ни уж тем более публичные мероприятия Коня и Ивана Грозного тоже почему-то решили как-то не развивать дальше эту тему, хотя было бы интересно. Они, наверное, должны были Коня и Грозного пригласить в суд тогда, как участников. Ну, в общем, так или иначе, мелкое хулиганство, причем мне понравилось, они не смогли объяснить, сколько штрафов. То есть, вот ни в одном из средств массовой информации не написали, какая сумма штрафа. То есть, что человеку-то за это грозит? Вот я тоже хочу надеть на голову Ивану Грозному этот мешок. Что мне за это грозит, напишите, мне интересно. Не потому что я Грозного не люблю, а потому что я не люблю такие процессы и вот таких, как зовут его, Вадимов Потомских, которые там вандалами людей называют. Зато вот никто не называет вандалами завод Нурникеля, который оштрафовали за выбросы в реку Далдыкан. Вот как выглядит река Далдыкан, наверняка никто не знает. А, да, я вот вам сейчас Ивана Грозного покажу, вот так он прекрасно выглядел. Ну, в этом, очевидно, есть какая-то эстетическая составляющая, по крайней мере, не просто так человек старался, мне кажется. Да, вот реку как раз, реку как раз я вам сейчас тоже покажу. Вот так выглядит река. Мы, кстати, говорили об этом случае в плохих новостях, по-моему, даже несколько месяцев назад. Там природоохранная прокуратура начала проверку по данному поводу. Ну, в общем-то, в Нурникеле заявили, что инцидент не несет опасности для экологии. Ну, я не знаю, что они туда пищевой краситель высыпали, или что она такого красного цвета, и при этом не несет вреда для экологии. Но я думаю, что все-таки кто-то здесь не прав. Так или иначе, Нурникель оштрафовали героически везде. В общем-то, за это отчитались. Но очень интересно, оштрафовали их на 30 тысяч рублей. Завод, юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ну, наверное, я думаю, Нурникель в минуту, наверное, такие суммы получают. Если они хотели как-то напугать Нурникель такими действиями, я думаю, что у них не очень получилось. Так, ну, так или иначе, в общем-то, как я уже говорил в начале... Так, сейчас мы вот это запустим. Как я уже говорил в начале, наша новая программа в первую очередь основана на том, чтобы наши зрители присылали нам какие-то новости из регионов, с мест. Поэтому я буду ждать от вас каких-то сообщений, новостей, которые, может быть, у нас не попадают, как я уже говорил, на первые полосы газет, да, на первые информационные сводки. Но они, тем не менее, очень важны. Поэтому присылайте нам информацию, это будет очень интересно. Присылайте мне ВКонтакте на личную страницу. И я думаю, что завтра я в описании к следующей трансляции вывешу электронную почту, которая будет посвящена именно региональным новостям. Поэтому, да, вот спрашивают, Бурт ли плохие новости? Конечно, Бурт 21.00. Это не взаимоисключающие программы. Давайте на вопросы, наверное, поотвечаем немножко. Сегодня у нас по короткой программе, чтобы вас сильно не утомлять. Ну и плюс, это все-таки пилотный эфир. Я надеюсь, что вы будете присылать свои новости и Бурт у нас их как можно больше. Задавайте вопросы, если какие-то у вас есть. В Омске река Омка такого же цвета. Я не удивлен, это, в общем, по всей России мы видим сбросы тех леных предприятий в реке. Это совершенно классическая история. И везде мы видим эти штрафы, там, в 20-30 тысяч рублей, что очень смешно. Давай музыку включи. Отличная мысль. Вот я хочу высказаться по этому поводу. Я думал на тему того, чтобы добавить нам какую-то музыку. Однако парадокс заключается в том, что, в общем-то, я, во-первых, очень жуткий противник каких-либо авторских прав вообще в целом. Но при этом очень интересная ситуация складывается, что, допустим, даже если я сейчас нахожу какую-то музыку, которая не защищена авторскими правами, выкладываю ее на YouTube и слушаю, в общем-то, вы ее слушаете как-то на фоне, я не знаю, как-то еще. И проходит, например, год, и я вам, в общем-то, через год какая-то компания, которая получит авторские права на этот трек, подаст на нас жалобу, то, в общем-то, у нас будут очень серьезные проблемы у нашего канала. Поэтому использование музыки – это очень тонкий процесс. Что с русским маршем? В Саратове русский марш 4 ноября у памятника «Барсам революции» 1905 года, 14.00, приходите. Если я буду вам петь, то нас все равно забанят за пропаганду насилия, поверьте, не надо. Когда Борис Миронов будет вести свою программу? Свяжемся, узнаем. Привет, Руслан. Пишет суперэфир. Не знаю. Ну, вроде не особо облажался. Будет ли повторный обзор всех новостей, которые ты сейчас озвучил? Ну, наверное, это было бы странно, если бы мы две программы на одну и ту же тему ввели. Какие-то региональные новости менее широкого формата, они будут в моей программе. Серьезные федеральные новости, они будут, в общем-то, также у Вячеслава Вячеславовича 21.00. Нужно Ольгу Ли в эфир. Без проблем, давайте пригласим. Ассистента нужны. Согласен. Да, я с вами согласен. Я об этом задумался еще, когда Вячеславович подменял. Тогда мне даже некуда смотреть. Я вот на бутылку смотрю постоянно. Сегодняшний у нас ассистент молчалив. Затея с самолетом провалилась? Нет, не провалилась. Мы от нее не отказались. Про Скальду спрашивают. Мое отношение к Скальду. Я видел два его ролика и у меня нет какого-то сформировавшегося отношения. Я не считаю его каким-то самым ужасным человеком в мире, но, конечно, не его фанат, легко говоря. Знаешь ли ты, что стримит Камикадзе? Да, я смотрел, в 7 часов он должен начать. Очень забавно так получается. Я до 7, Камикадзе с 7, я так понимаю, до 9 будет стримить. А Вячеслав Вячеслав Вячеславович с 9. Мы не договаривались, честно, так случайно сложилось. Паранормальную историю жизни. Много есть паранормальных историй жизни. Я вам как-нибудь обязательно расскажу. Сейчас в голову просто ничего не лезет. Очень много паранормальных историй жизни. О, Дмитрий Игнатьев у нас пришел. Хе-хе-хе. Что по русскому маршу в Москве? Ну, наверное, это вопрос к организаторам русского марша в Москве. Я так понимаю, там какой-то русский марш зарегистрировали. Нужно только понять, какой. Я думаю, у нас в самое ближайшее время будет в плохих новостях либо Юрий Горский, либо Иван Белецкий, организаторы. И обязательно пригласите девушку в эфир никогда в жизни. Никогда. Это без меня, ребят, серьезно. Пару слов о Панасенкове. Панасенков рассказывает про носорогов. Все. Для меня это уже основание, чтобы не разговаривать о Панасенкове. Он защищает носорогов. У него все хорошо. Пиратская партия в Исландии. Интересная история. Думаю, в 21.00 о ней поговорим. Это действительно забавная ситуация. Задумывался ли я о том, чтобы уезжать из России? Ну, конечно, задумывался, естественно, неоднократно. Но я не знаю. Вот на данный момент у меня нет даже в мыслях каких-то ситуаций, при которых я мог бы уехать из России. В том числе возбуждение на меня там уголовных дел, я не знаю, покушение это все равно... Я не знаю, сложно об этом говорить. Наверное, когда на меня возбудят уголовное дело, тогда я буду об этом как-то иначе думать. Вот пока я очень далек от этой мысли. Панасенков дельный мужик. Я видел его видео очень отрывочное о том, как он на каком-то госканале, я так понимаю, что-то говорил про Путина, но... Может быть, оно по содержанию и неплохо. Ваше отношение к Невзорову очень хорошее. Невзорову было бы интересно пригласить на эфир, мы, кстати, неоднократно пытались. Может быть, если у кого-то из наших зрителей есть возможность, давайте с Вячеславом Мальцем Невзорову проведем дебаты. Подискутировать о Камикадзе. А я, кстати, вот спрашивают много про Камикадзе. Какая-то странная история, причем странная история именно у меня с ним произошла, даже не у Вячеслава Мальцева. Он выпустил, я так понимаю, какое-то видео еще летом. У меня, во-первых, нет никаких претензий к Камикадзе, но вот эта история для меня какая-то странная оказалась. Я ему написал, как только мы приехали в Москву. Написал о том, что мы хотели бы с ним встретиться. Он, в общем-то, написал с какими целями. Мы написали, что просто пообщаться, причем это было действительно так. То есть мы даже не планировали его на что-то там подписывать. Просто пообщаться. Он написал, что какое-либо общение во время выборов он не хочет и так далее. Все, на этом наша дискуссия, в общем-то, закончилась. Буквально она там в двух-трех сообщениях была. После чего он выпускает видеоролик у себя на канале на тему того, что я к нему там как-то приставал, приложил какие-то скриншоты. Я, причем, даже этот видеоролик не видел. Мне несколько человек про него говорили. Я, может быть, что-то неправильно понял. Вот эта ситуация для меня была странной. Потом мы совершенно случайно встречаемся в Раменском на митинге. И я к нему подхожу, говорю, давай пообщаемся. Прямо пять минут. Он очень удивленно, как-то испуганно от меня начал убегать. Говорит, что там я не хочу ни с кем разговаривать. Я же говорил, что там... Я же вам писал, зачем вы меня преследуете. Это для меня было действительно удивительным. Но, опять же, у меня каких-то претензий к Камикадзе нет. Причем потом Вячеслав Ишлаш с ним поговорил. И что-то я не видел, чтобы у него там как-то пена из ушей пошла. Или что-то случилось страшное. То есть, почему он так этого избегал, почему он так боялся, что какой-то будет контакт, даже минимальный. Это было странно. Сережа, чей Крым? Украинский. Вот мое мнение, украинский. Может же у меня быть мое мнение. Что ты ему предлагал? Я ему предлагал просто встретиться. Никаких... Причем он же выложил эти переписки. Вы можете посмотреть. Там я даже не очень понимаю, в чем вообще сложности было. Будет ли эфир каждый день с вами в это время? Вообще, нужно посмотреть полонаполняемости эфиров. Не хочется проводить какие-то эфиры, такие вот чисто... Я не знаю такого количества анекдотов. И у меня нет такого количества романтических историй, чтобы растягивать эфир надолго. Поэтому будем смотреть на вашу активность, как вы будете присылать нам новости. Куда присылать новости? Дам завтра электронную почту отдельную. Надеюсь, что завтра... Можете пока мне в личку в ВКонтакте. Да, напоминаю, что в 21 час плохие новости у нас никто не отменял. Время у нас 18.56. Ну, давайте еще пару вопросов тогда. Камикадзе, грузинская фамилия. Прикольно. Да, вот пишут про Сирию. Очень смешная история. Вячеслав Шилович, вы знаете про Сирию? О том, что на Первом канале сказали сибирский город Алеппо. Сибирский. Причем там ведущий три, что ли, раза повторил сибирский город Алеппо в разных местах. То есть, Сирия наша. Уже Сирию присоединили к Сибири. Прогноз погоды во сколько? Кстати, можно сделать прогноз погоды. Народ подготовил. Да, да, да. Кстати, о погоде. Да, было бы очень неплохо. Мое отношение к Марии Лондону. Знаете, какое-то очень странное отношение мое к Марии Лондону заключается в том, что я не видел ровно ни одного ролика с ней. Представляешь, какой... Причем я очень уважительно к ней отношусь, потому что я понимаю, о чем она говорит, да. То есть, я не видел ни одного ролика с ней. Не то, что я там ее игнорирую или как-то там избегаю. Вот просто чисто у меня как-то не сложилось. Вот каюсь, грешник. Давайте до 21 часа я посмотрю пару роликов с Марии Лондону и буду понимать, о чем речь. Поэтому я не фанат, но в то же время как бы с уважением отношусь, потому что понимаю, да, о чем идет речь. И у нее там какие-то соведущие тоже есть, я так понимаю, мужчина, по крайней мере, я ее визуально представляю, который тоже ведет подобную программу. В их же проекте тоже не видел ни одного ролика с ним. По времени спрашивают, время неудобное пишут. Ну, по времени давайте, наверное, заключающий вопрос. Сложный вопрос по времени, потому что если мы будем вести программу, например, в 20 часов, как вот некоторые просят, хотя, кстати, многие все-таки за 18.00, некоторые просят 20 часов. То есть получится, что у нас первое, вопрос какой? Первый, то, что люди нас критикуют за то, что у нас полтора часа плохие новости, а таким образом у нас будет эфир практически два с половиной часа, нескончаемый. То есть сначала час я, потом полтора часа Вячеславович. То уж два с половиной, наверное, будет утомлять в два с половиной раза сильнее. Вот. Это первое. Второе. Те, кто хочет посмотреть программу мою в 20 часов, у вас есть такая возможность? Окунев, ты ФСБшный агент Центра Э. Вот за что, за что там меня можно критиковать, но за то, что я там какой-то ФСБшный агент, нет. Да, то есть если у вас есть желание смотреть в 8 часов или в 7 часов, вы можете смотреть в записи и совершенно ничего, в общем-то, не потеряете. И, кстати, про запись. Пишите свои комментарии, не только в чате, пишите еще, потому что чат достаточно быстро бежит, пишите комментарии под роликом, в записи, задавайте свои вопросы, если у вас они есть, какие-то предложения. Я буду прям брать скриншоты ваших вопросов и выставлять их в эфир и на них отвечать. То есть вы свои вопросы можете увидеть прям в эфире и получить на них ответ. Поэтому, если кто-то хочет смотреть меня в 8 часов, вы можете смотреть меня в записи. Знаешь ли ты место силы в Сибири, которое называется Окунев? Вы будете смеяться, я там был. Поэтому знаю. Каким вы себя видите через 10-15 лет? Живым на этой позитивной ноте. Прощаемся до 21. Играю ли я в танчики? Вообще ни во что не играю. Меня спрашивали в прошлый раз, играю ли я в доту. Представляете, я даже не представляю, как она выглядит. Ну, танчики я представляю визуально, как они выглядят. А вот дота я что-то только про раков знаю, что там что-то с раками связано. Больше ничего. Вот на этой позитивной ноте. Прощаемся до 21 часа, 19.01 по московскому времени. Может быть, скомканно немножко получилась первая программа. Надеюсь, что следующие будут более насыщены. И это зависит в том числе от вас, как я уже говорил. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok